Добрый день, добрый вечер, уважаемые коллеги. В зависимости от того, когда вы будете смотреть это выступление, я хотел бы начать с выражения слов самой искренней признательности организаторам конференции Российский региональный университет «Информатизация, цифровизация, гуманизация» за приглашение выступить на конференции, поделиться своими мыслями по поводу того, что представляет собой современный Российский региональный университет, каковы перспективы его развития. И, конечно, пожелать нам всем в наступающем новом 2021 году здоровья, удачи и благополучия во всех наших идеях, замыслах и делах. Итак, выступление посвящено одной из, на мой взгляд, ключевых проблем на развитии регионального университета, а именно на исследовании структуры в сфере образования, который рассматривается как центр модернизации регионального университетского кластера. Итак, в чем, на мой взгляд, проблема нашего обсуждения? Дело в том, что все мы в последние десятилетия находимся в ситуации очень глубокого, очень значимого по своим основаниям и последствиям сдвига трансформации в мире университетской культуры, в мире отечественной университетской культуры. Если попытаться осмыслить этот поворот, эту трансформацию, то трудно даже подобрать адекватное слово, потому что, на самом деле, мы сталкиваемся, конечно, с очень глубоким процессом, и этот процесс захватывает самые разные слои, самые разные аспекты. Так вот, если попытаться одним взглядом окинуть вот эту происходящую на наших глазах трансформацию, то здесь мы можем отметить некоторые, может быть, не самые яркие, но тем не менее значимые направления, которые представляют собой как раз-таки измерение этой трансформации, измерение этого изменения. Во-первых, если говорить о советской системе образования, то она была очень глубоко и очень в высокой степени централизованной системой. Это означает, что все решения принимались на уровне центра, на уровне Москвы, но существовала при этом довольно жесткая и, опять-таки, это трудно оценивать ретроспективно, но, в принципе, достаточно эффективная система доведения этих результатов, доведения этих требований и нормативов до уровня каждого конкретного вуза, до уровня каждого конкретного преподавателя и студента. Если же в этой связи рассматривать состояние нынешней и тенденции развития нынешней системы российского высшего образования, то здесь можно выделить две в определенном смысле противоположные тенденции, но одна из которых – это регионализация, это переход от уровня управления образовательными учреждениями на уровне федерального центра к выстраиванию некоторых горизонтальных связей на уровне региона, и, с другой стороны, это глобализация, это встраивание наших вузов в систему уже глобального разделения труда, глобальных рынков образовательных услуг, глобальных рынков рабочей силы. То есть в этой связи как бы с уровня единого общесоюзного государства ответственность за состояние и перспективы развития университетов, она, с одной стороны, переходит на уровень регионов, с другой стороны, она поднимается на уровень уже глобальный, и в этой отношении уже перестает рассматриваться как ответственность, а скорее как некая сфера конкуренции, и сфера такого довольно жесткого взаимодействия между агентами, между участниками этого рынка. Второй момент, который здесь тоже важно отметить, это то, что советская система образования строилась по отраслевому принципу. Это означало, что управление всеми однотипными образовательными учреждениями, тогда это были вузы, строилась в принципе по одним лекалам, и в этой связи университет, который занимался подготовкой инженерных кадров в Петропавловске-Камчатском, или, скажем, в Томске, или в, скажем, в Мурманске, или в Дагестане, они очень мало отличались между собой. Сейчас мы говорим в большей степени о том, что высшее образование призвано ориентироваться на запросы регионального рынка труда, на конкретного работодателя, и в этой связи говорится об утверждении кластерного подхода, в рамках которого первостепенную значимость приобретают связи между вузами и учреждениями среднего профессионального образования, школами, соответствующая договорная база, которая обеспечивает в том числе и единую политику в области стандартов качества и так далее и тому подобное. Третий момент, который здесь является важным, это то, что советская система подготовки кадров, она ориентировалась на требования к специалисту. И действительно подготовка специалистов разного уровня, речь о подготовке специалистов начального уровня, рабочих, среднего уровня, технологи, техники и так далее, и специалистов высшего уровня, инженеры, преподаватели, ученые, она стояла именно во главе угла. Если посмотреть с этой точки зрения на современную российскую систему подготовки, то мы увидим, что взамен подготовки по специальностям у нас действует подготовка по направлениям и по профилям. И в рамках этих довольно широких направлений разные программы обеспечивают разные уровни интеграции, взаимодействия, дифференциации, индивидуализации программ. Постоянно обсуждаются вопросы о предоставлении студентам дополнительных возможностей для смены своих образовательных траекторий, для совмещения, скажем, обучения по программам российского высшего образования и зарубежным образовательным программам, так называемой программой двойных дипломов. То есть в этой связи мы говорим о гораздо большей вариативности, гибкости и подвижности российской системы образования по сравнению с советским прообразом. Ну и последнее, четвертое, это то, что результатами образования, результатами высшего образования в прежние годы были те самые знания, умения, навыки и определенные личностные качества, личностные характеристики, которые являлись критериальными при найме и при работе человека. А с другой стороны, сейчас мы говорим все-таки в категориях компетентностного подхода, в категориях готовности, способности к некоторой деятельности. То есть смысл этого перехода, опять-таки, заключается в том, что мы уходим от достаточно жестких требований и критериев, связанных с определенными знаниями, фактов, пониманиями определенных закономерностей и так далее, к гораздо более гибким, размытым и в этой связи трудноизмеримым, трудноопределимым характеристикам, качествам, свойствам, которые проявляются в деятельности, которые определяют различный уровень адаптивности человека в изменяющейся ситуации. Помимо вот этих общих тенденций, о которых было сказано при комментарии предыдущего слайда, хотелось бы выделить несколько тенденций, которые обозначивались уже буквально в последние несколько лет, но которые, тем не менее, оказывают очень существенное влияние на состояние и развитие системы высшего образования. И в первую очередь, системы педагогического образования. Во-первых, это университизация и проектная направленность образования. Действительно, в последние десятилетия, в последние полтора десятилетия, произошел качественный скачок в количестве университетов и в количестве вузов, которые организуют на своей базе обучение по педагогическим направлениям. Фактически сейчас подавляющее большинство программ высшего образования сосредоточено именно в университетах. Более того, в уже 2020 году возникла совершенно новая, неожиданная ситуация, когда у нас есть два министерства. Это Министерство высшего образования, точнее говоря, Министерство науки и высшего образования и Министерство посвящения, каждый из которых располагает своим набором университетов. В Министерстве науки и высшего образования остались в большей степени университеты федерального уровня и университеты исследовательского типа, а педагогические университеты в большей своей части перешли в ведение Министерства посвящения. Но в любом случае мы говорим об университете как основной форме существования вузов, в рамках которого происходит подготовка педагога. Соответственно, и проектная направленность обучения, это направленность на приобретение практических навыков, навыков, связанных с предметными результатами, с некоторой инновационной деятельностью. Это тоже тенденция последних лет. В этой связи говорится об ориентации многих вузов на стандарты Сколкова, на стандарты таких сетей, как лидера IT, на международное сотрудничество в сфере высшего образования. Но это все является, опять-таки, проявлениями общего тенденции, общих установок на новый тип образования вообще, педагогического образования в частности. В течение 2010-х годов особую роль играл Волонский процесс, который предполагал создание единой системы регистров качества, который предполагал переход на то самое двухцикловое обучение, бакалавриат плюс магистратура, который требовал от вузов введение некого европейского измерения. Впрочем, вот здесь следовало бы отметить, что, конечно, влияние и значимость этого процесса в последнее десятилетие, оно неуклонно снижалось. И сейчас, в общем-то, и в России, и в Европе практически не говорится о Волонском процессе, в то время как возникают новые инициативы, новые видения. Но, по крайней мере, он сыграл довольно значительную роль в формировании нынешней двухуровневой системы, а точнее говоря, трехуровневой, бакалавриат, магистратура и аспирантура, системы педагогического высшего, и в том числе педагогического образования. Третий момент – это вопросы, связанные с регионализацией образовательных комплексов. Речь идет о том, что педагогические университеты и университеты, которые ведут подготовку по педагогическим направлениям, они во все большей степени оказываются интегрированы в региональные образовательные системы, региональные образовательные комплексы. Это вот та самая политика, о которой мы говорили при рассмотрении предыдущего слайда, как о кластеризации. Ну и последние три тенденции, которые, собственно говоря, определяют лицо и облик образования в последние месяцы и годы. Это, конечно, цифровизация. При этом нужно иметь в виду, что цифровизация представляет собой качественный иной процесс, чем информатизация, к которой мы привыкли еще начиная с 90-х годов. Информатизация – это все-таки использование преподавателем или учителем некоторых новых дополнительных средств для более качественного, более эффективного управления, организации образовательным процессом. То есть все равно мы говорим о диспозиции преподавателя и студент, и преподаватель использует соответствующие компьютеры, преподаватель использует, скажем, передачу материалов по сети. Вместо того, чтобы вывешивать плакаты или чертить какие-то чертежи на доске, он просто передает те файлы в электронном виде и таким образом облегчает свою деятельность. Если говорить о цифровизации, то это качественно иное понимание того, что значат цифровые технологии, что значат информационные средства в образовательном процессе. По сути дела мы говорим уже о том, что и преподаватель, и студент оказываются некими агентами, некоторыми субъектами, включенными в единую информационно-образовательную среду. При этом в этой информационно-образовательной среде действуют совершенно иные и, может быть, не очень понятные ни преподаватели, ни студенты законы. При этом возникает целый класс людей, которые занимаются созданием, программированием этих средств и которые никакого непосредственного отношения к образовательному процессу не имеют. Они в каком-то смысле выступают в качестве наблюдателей, экспертов, аналитиков этой деятельности, но они сами не занимаются ею. И так далее и тому подобное. То есть вопрос о цифровизации образования на самом деле это очень глубокая проблема, которая имеет множество аспектов, в том числе и философских, и антропологических, и социально-психологических, и управленческих. Поэтому говорить о том, что цифровизация и информатизация это одно и то же, было бы абсолютно неверно. Конечно же, огромную роль в течение последнего 2020 года на нашу систему образования оказывает пандемия, ковид. Это то, что приводит и к безвременным жертвам, уходу из жизни, и многих и талантливых преподавателей, и студентов. Это то, что определяет совершенно новый климат и новые отношения, которые складываются в ситуации дистанционного онлайн-образования. И это, конечно, совершенно определенный вызов для всей системы управления образованием, всей системы проектирования образования, потому что, ну что значит, если студент на протяжении месяцев и даже лет не видит своих друзей и приятелей по учебному процессу или преподавателей, мы понимаем, что возникает вполне приоправданный вопрос, а что, собственно говоря, связывает этого студента с тем вузом, в который он зачислен. Потому что, если в рамках традиционного процесса здесь есть достаточно очевидная связь через то, что он приходит именно в корпуса этого вуза, то когда мы находимся в онлайн-пространстве, в общем-то, являюсь ли я студентом или преподавателем ростовского, московского или вашингтонского или лондонского университетов, это вещи, в общем-то, в принципе, абсолютно неразличимые. И в этой связи вопрос об идентичности и преподавателя-студента, он оказывается вполне реальным и существенным. Ну и все это происходит на фоне, конечно, глобализации, на фоне постоянного увеличения нашей зависимости от глобальных факторов. Это и денежно-кредитная политика, это и состояние экономики в отношении к другим экономикам мира. Поэтому вот этот весь комплекс вопросов, конечно, можно определить его как переход от индустриализма к постиндустриализму, можно придумать какие-то другие категории, но это все вызовы, с которыми наше современное образование должно справляться. Следующее, что хотелось бы отметить, это то, что в 2014-2017 году была предпринята некая попытка концептуализировать все эти вызовы, проблемы и дать некоторый единый консолидированный ответ на вопрос о том, в каком направлении должно развиваться отечественное педагогическое образование. Была выработана так называемая концепция поддержки развития педагогического образования, в которой, по сути дела, были намечены некоторые комплексы мер по трем основным направлениям. Во-первых, речь шла о некотором совершенствовании процесса входа в профессию, это и повышение требований к поступающим в педагогические вузы, то есть повышение качества самого контингента обучающихся, это и создание программ поддержки трудоустройства молодых специалистов, это и совершенствование программ магистратуры и так далее и тому подобное. Второй момент – это, собственно говоря, проблемы подготовки, проблемы, в первую очередь, программ бакалаврского уровня и магистрского уровня. То есть здесь сделался акцент на стимулировании исследовательской и проектной деятельности, на совершенствовании технологий и включении учащихся, точнее говоря, уже студентов, в самостоятельную практическую деятельность, переоснащение и совершенствование материально-технической базы вузов и так далее. Ну и, наконец, последняя третья группа проблем или последнее третье направление работы – это было направление, связанное с удержанием в профессии, с совершенствованием ситуации, в рамках которых студенты бы делали выбор именно в пользу школы, а не в пользу других мест занятости и в пользу других карьерных предложений. Здесь речь шла и о повышении зарплаты, и о качестве прогнозирования потребностей в педагогах, и, конечно, о психолого-педагогическом и социальном сопровождении молодых педагогов и так далее. Что это все имело в качестве результата? Но результаты, стоит сразу сказать, были довольно противоречивы. С одной стороны, можно отметить и то, что в последние годы наблюдается постоянный рост и предложения с точки зрения государства в плане педагогического образования. Ну, например, в 2021 году количество мест, которое будет реализовано в сравнении с 2017-2018, составляет 8,6%. То есть количество поступающих на педагогические специальности будет, соответственно, примерно на 8 или 9% выше, чем в прошлые годы. С другой стороны, до сих пор сохраняется огромный дисбаланс в возрастном составе учащихся. И, в частности, по данным Министерства просвещения, учителей со стажем более 20 лет больше, чем в 7 раз больше, чем учителей со стажем до 3 лет. То есть очевидно, что кривое распределение учителей по возрастам существенно сдвинуто в сторону старших возрастов. Доля учителей, которые сообщают о нехватке в своих школах педагогов-предметников, то есть те, кто говорит о реальной перегрузке работающих и недостатке в кадрах в условиях школы, увеличилось с 48 до 51%. То есть более половины учителей по самым скромным подсчетам говорят о недостатке педагогических кадров. Очень серьезные, очень большие проблемы связаны с молодыми педагогическими кадрами. Более того, по некоторым данным, 95-98% поступающих или приходящих на работу в течение первого же года покидают школу по собственному желанию. То есть фактически мы сталкиваемся с ситуацией, когда профессиональная подготовка, подготовка по педагогическим специальностям оказывается уже в течение первого года невостребованной. Я не буду сейчас дальше углубляться в аналитику этих цифр, но мы все с вами и интуитивно, и на уровне рациональной аргументации понимаем, что ситуация в педагогическом образовании достаточно непростая. Более того, в последние годы сформировалось несколько дополнительных новых запросов, связанных с подготовкой педагогических кадров. О чем здесь идет речь? Ну, во-первых, и это очевидно, что основной упрек, который делается на большинство современных выпускников, это в недостатке их практической подготовки, в отсутствии готовности к решению задач повышенного уровня, сложности, олимпиадных задач, использования информационных технологий и так далее. Второе, что определяет запрос муниципальных и региональных органов власти к системе образования, это повышение индивидуализации. Дело в том, что большинство обучающихся, особенно это относится к уровню магистрской и аспирантской подготовки, они совмещают свое обучение в ВУЗе с работой. И очевидно, что здесь и ВУЗы, и школы вынуждены искать компромиссы, иногда они довольно болезненные, поскольку объем нагрузки учителей, как мы это уже видели на предыдущем слайде, возрастает, нагрузка возрастает. И, естественно, что в этих условиях выкраивать время для получения нового уровня образования и повышения своей квалификации довольно сложно. Третий запрос связан с потребностью в консультировании, в индивидуальном сопровождении образовательных траекторий. Речь идет и о ситуациях, когда молодой специалист приходит впервые на новое рабочее место, на первое рабочее место. Не менее значимые ситуации связаны с повышением квалификации, с переходом на новые должностные позиции, переходом на управленческую деятельность. Каждый из этих переходов требует очень вдумчивого, очень серьезного сопровождения. И, конечно, здесь и органы управления образованием, и сами образовательные учреждения предъявляют все возрастающие требования к качеству этого сопровождения со стороны организации высшего образования и дополнительного профессионального образования. Второй и еще один момент, точнее говоря, это преимущественно негативное отношение к коммерциализации высшего образования вообще и педагогического образования в частности. Некоторое время назад были очень популярны рассуждения о том, что необходимо дать возможность ВУЗам принимать студентов в рамках так называемого образовательного кредита, то есть обучения за счет некоторого банка и впоследствии, чтобы студент выплачивал соответствующие деньги с процентами. Но следует сразу отметить, что эта идея была реализована в крайне небольшом количестве ВУЗов, она связана только с высокодоходным образованием, которое, к сожалению, составляет буквально несколько процентов от массы российского образования, поэтому здесь мы сталкиваемся с тем, что вот эти новые экономические идеи, они довольно сложные и практически с минимальным эффектом уживаются и прививаются на российской почве. Ну и еще один момент, который носит скорее социально-психологический характер, это то, что и для бакалавров, и для магистров во все больше мере играет роль некое дистанцирование, смысловое дистанцирование от высшего образования, поскольку карьера не всегда оказывается зависящей от того, какое образование было получено, не всегда результаты в профессиональной деятельности оказываются напрямую связаны с тем качеством образования, которое было получено, то, в общем-то, у многих и студентов, и преподавателей возникает некоторая установка на то, чтобы минимизировать уровень своей эмоциональной вовлеченности в образовательном процессе. С этим тоже нужно считаться. Что мне хотелось бы сказать в качестве, я уже довольно много сейчас сформулировал мысли, поэтому мне бы хотелось сейчас перейти к тому, что является вот в этом контексте, может быть, самым важным, самым главным для формирования вот такой исследовательской магистратуры в области образовательных, в области образования и педагогических наук. Ну, во-первых, от такого рода магистратуры требуется, конечно, исследование и моделирование нормативно-правовых оснований образовательной деятельности. Это одна из самых серьезных и самых сложных проблем, поскольку она упирается вот в те самые соотношения, сложные соотношения между федеральным центром, между региональными министерствами и органами управления образования, в деятельность конкретных школ, в деятельность конкретных муниципалитетов. Здесь очень сложный клубок отношений, интересов, противоречий, и, естественно, выстраивание вот в этой ситуации нового нормативно-правового фундамента для эффективных взаимоотношений, как на институциональном, так и на индивидуальном уровне, потому что мы понимаем, что в конечном счете основным потребителем и заказчиком образования является семья, являются учащиеся, являются его родители. Так вот, выстраивание соответствующей новой нормативно-правовой базы, оно требует, конечно, огромных усилий, оно требует большой экспертной деятельности, оно требует больших усилий, по согласованию этих нормативных документов на разных уровнях государственной системы управления и так далее. И вот в рамках этого направления мы можем говорить о деятельности, исследовательской проектной деятельности магистратуры. Вторым направлением является необходимость разработок моделей содержания общего педагогического образования. Действительно, содержание – это феномен, который зависит от очень большого количества факторов, и в том числе, конечно, региональных условий, особенностей партнерских отношений, которые сложились. Это опять-таки тема для исследований и проектной деятельности. Третье направление – это обоснование и проектирование системы именно педагогического образования и особенно его информационного компонента. В действительности одной из проблем, с которой мы сталкиваемся постоянно, является отсутствие в педагогическом образовании значимых ресурсов и инструментов для использования информационных траекторий, информационных ресурсов и так далее. И вот здесь опять-таки мы говорим о важном направлении исследовательской деятельности, связанном с пониманием того, какие условия, какие требования мы можем предъявлять, какие материально-технические ресурсы для этого нужны, как должна выстраиваться сама система управления этими процессами на уровне ВУЗа. Еще одно направление – это сопровождение. Об этом мы уже говорили неоднократно, что социальное, психолого-педагогическое сопровождение и студентов, и молодых специалистов на их первом рабочем месте, и любых педагогических кадров в течение их профессиональной жизни, особенно на этапах смены или повышения их профессионального статуса – это требования сегодняшнего дня. Отдельный вопрос – это вопрос инклюзии, вопрос обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, причем сейчас инклюзия понимается максимально широко. Это не только физические ограничения, это не только ментальные ограничения, которые есть у тех или иных категорий лиц, это могут быть и вполне социальные ограничения, поскольку существующее расслоение общества, дифференциация доходов приводит к тому, что возрастает процент семей, которые просто не в состоянии обеспечивать минимальный уровень потребления для всех своих членов, в том числе для детей. Особенно острым эта проблема стала в связи с тем, что в последний год фактически все вузы и все школы работают в режиме онлайн. То есть это требует, конечно, качественного компьютера, это требует довольно мощной связи, которая бы обеспечивалась соответствующими сетями, компьютерными сетями, это требует необходимых умений и компетенций от самого учащегося. То есть все это предполагает довольно высокий уровень материальных вложений в учебную и в профессиональную деятельность, если мы говорим о преподавателях. Еще одно направление – это, конечно, межрегиональное и международное взаимодействие. Причем вот здесь я хотел бы отметить, что оба этих направления являются крайне важными. Межрегиональное взаимодействие беспрецедентно важно именно для удержания и развития единого образовательного пространства России. В условиях, о которых мы говорили, развитие кластеризации, в условиях регионализации образовательных практик, огромен риск того, что российская система образования просто рассыпется на совокупность региональных или, может быть, даже муниципальных систем образования с совершенно разными идеологическими установками, с совершенно разным режимом функционирования и обеспечения. И в этой связи межрегиональное сотрудничество представляет собой одним из важнейших направлений развития. Международное сотрудничество очень важно с точки зрения включения отечественных вузов и ученых в мировые коммуникации, в взаимодействие с учеными из других стран, в публикационную активность и участие в конференциях международного уровня. Это те самые показатели Web of Science и Scopus, которые являются базовыми, ну и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, последнее, это последнее по перечислению, но не последнее по значимости, это подготовка современных кадров для системы педагогического образования, обладающих и необходимыми компетенциями в области исследовательской и проектной деятельности, обладающих готовностью к работе на региональном уровне, к управленческой деятельности, ну и так далее. Еще один вопрос, на который мне хотелось сегодня попытаться дать ответ, как эти общие направления развития магистратуры преломляются в деятельности Южного федерального университета. Ну вот здесь я могу сказать о той программе междисциплинарного исследования образования, которая уже принята к реализации, состоялся первый набор в 2020 году, и вот эта исследовательская магистратура, она, на мой взгляд, обладает вот всеми теми необходимыми чертами, условиями и потенциалом для того, чтобы стать реальным региональным центром развития образовательной системы. Здесь мы ставим перед собой задачу создание международной магистратуры по управлению, поскольку это одно из наиболее сложных направлений развития. Мы прекрасно понимаем с вами, что ситуации с управлением в России и в других странах могут качественно отличаться, но мы, с другой стороны, не можем не учитывать и того факта, что единые управленческие стандарты, они оказываются фактически нормой для самых разных стран, и если современные управленцы в сфере российского образования не знакомы с этими управленческими стандартами, речь идет и о стандартах качества, речь идет и о стандартах так называемого agile, scrum, kanbana, гибких методологий управления. Так вот, если мы говорим о том, что российские управленцы не готовы к работе в этих условиях, то это заранее обрекает их на неконкурентоспособность и на низкое качество всей системы образования в целом. В рамках нашей магистратуры реализуется несколько проектов, партнерских проектов совместно с нашими коллегами. В частности, это проект использования искусственного интеллекта в образовании, в частности, в учительской деятельности, так называемый проект AILA. Это проект совместный с Сириусом по исследованиям качества образования, средствами когнитивных исследований. Это проект, который начат на нашей кафедре в рамках прошедшего около двух месяцев назад форума по направлению миссии университетского педагогического образования в 21 веке. Одним из решений, одним из направлений развития нашего вуза в целом и педагогического образования в нем станет и уже становится создание вот такого рода коллабораций или, как говорят, на Западе R&D Community, то есть исследования сообществ исследователей и инноваторов. Ну и, наконец, это развитие, собственно говоря, информационной компоненты в деятельности нашего профессионального преподавательского состава, профессорского преподавательского состава, это развитие инфраструктуры, связанной с конференциями, конференциями, вебинарами и так далее. Здесь, на этом слайде представлены и публикации, в которых более подробно и детально эти идеи изложены. Вы можете с ними познакомиться самостоятельно. Ну а я всех благодарю за внимание и, конечно, приглашаю к сотрудничеству. Здесь указан мой мобильный телефон, здесь указаны мои электронные адреса личный и корпоративный и указан адрес моего профиля в Фейсбуке. Я очень активно пользуюсь этой социальной сетью. Мне представляется, что она очень эффективна именно с точки зрения профессионального взаимодействия. И я всех вас приглашаю к вот этому нашему взаимодействию. Всего всем самого-самого доброго. Спасибо. Спасибо.